Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но вскоре выяснилось, что все правда. И в том бою уцелели только два человека. Прошло несколько дней, снова беда. Погибла под угол скертом 6-я рота почти полностью. Пскове Трауф. Если о последнем бою 6-й роты мы знаем достаточно полно, то о гибели спецназа стали говорить только в последние годы. Согласно версии официальной, опубликованной в газете «Красная звезда», утром 21 февраля 2000 года, разведгруппа капитана Калинина провела успешный рейд против противника и уничтожила два большегрузных автомобиля и до 10 боевиков. После этого группа Калинина встретилась с преобладающим противником численностью около 100 человек. Капитан Калинин запросил по радиосвязи огонь артиллерии и помощь соседних групп. К месту боя прибыли разведгруппы старшего лейтенанта Самойлова и капитана Боченкова. Бой проходил на невыгодном для разведчиков хорошо простреливаемом участке местности. Федеральные силы потеряли 33 человека убитыми, 25 военнослужащих 2-й бригады специального назначения и 8 военнослужащих от мотострелковых подразделений. Это были самые большие безвозвратные потери среди формирования специального назначения по итогам одного боя за обе Чеченские войны. Годовщину гибели десантников и спецназовцев мы стараемся вспомнить их поименно, рассказать о каждом. Сегодня у нас в студии вдова бойца спецназа Алексея Костюкова, Жанна Михайловна Костюкова. Здравствуйте. Жанна, скажите, сколько лет было Алексею, когда вот он погиб? Ему бы 1 марта 2000 года исполнилось бы 30 лет. Да, 1 марта погибла 6-й рот, и он немножко не дожил, как символично. 30 лет, то есть 12 лет после окончания школы. Вот что за этот период в своей жизни он успел? Кем он был? Что он успел пройти? Успел получить профессию, и как бы то ни было, учился он очень хорошо, и ничем не кичился, что будет трактористом. Но как бы то ни было, он был прекрасным человеком. Ко всему успел отслужить в Афганистане срочную службу. Успел устроиться на работу в отдел милиции у Святского РОВД. Он, конечно, очень долго не соглашался, потому что понимал, что это не совсем его работа. Ну, он уроженец у Святского района, да? Да, ну, вообще он родился в городе Выборги, он остался в 9 месяцев без мамы, и воспитывала его бабушка вместе с отцом, но большую часть воспитанием занималась бабушка. Бабушка для него был царь и бог. А вы когда с ним познакомились? С Алексеем познакомилась в 86-м году, когда я поступила в Апочку, и всего лишь в автобусе ехав с учёбы, он со своей учёбы города Пскова, а я из Апочки. Педучилище. Педучилище, да. Мы познакомились в автобусе, и, конечно же, было смешно, когда мы узнали, что мы ещё и одноклассники, потому что я училась в его классе, который он закончил в 9... Он после 9 классов пошёл учиться в Псковское училище 23-е, а я после 10 классов в Апочку. Рядом сидели. Да, мы рядом сидели и общались. Мы проговорили всю дорогу, наверное, часа 2. Когда он служил в Афганистане, вы его ждали? Да, я уже ждала его как своего парня. Не думала о браке, ни о какой семье. Но ждали? Но ждала, да. Ждала. Он вам писал? Он писал, но в письмах, в которых он не писал, он не оповещал, что он служит в Афганистане. Я это уже только узнала 12 апреля уже 88-го года, когда он вернулся с армии, и то я даже не узнала, только от его друга, что ты не знаешь, где наш Лёшка служил? А что он писал тогда? Конечно. Что я служу в подрезании? Нет, он особо не писал о трудностях армейских, он больше спрашивал о жизни, потому что моя педагогическая деятельность была активная. Я участвовала во всех комсомольских движениях, во всех походах, выполняя категорию была в Карпатах, ему даже была больше интересна моя жизнь, о которой я с ним делилась. Он всего лишь рассказывал о том, что мы сегодня готовили торт из печеньев и сгущенки. Но вы рассказывали о своей жизни, веселой, разнообразной, беззаботной. Да, его это устраивало. Когда я ещё, как правило, такой избыл приятный момент, когда он мне в письме пишет, что ты так изменилась, я была всю жизнь с длинными волосами. И тут кардинально я поменялась, мне захотелось, как и вся молодёжь, в 90-х годов постричься, сделать химию. Он, конечно, был удивлён и тоже говорит, слушай, даже надо прятать здесь фотографии, потому что мои парни, он в то время был радистом, оказывается, всё время смотрят на эти две фотографии и говорят, ну и какую ты будешь из них выбирать? Он говорит, это никакую, это одно и то же лицо. Настолько я была изменившись. А свои фотографии не присылал? Нет, к сожалению, нет. Фотографии какие-то позже с Афганистана, конечно же, он привёз. Они есть. Он в каких войсках служил? Это бригада специального назначения. То есть он эту службу знал. Когда он вернулся, он что-то рассказывал, показывал фотографии, что-то комментировал? Когда вернулся с Афганистана, конечно же, я обратила внимание на такие интимные моменты, когда на руке было что-то подобие каких-то точек. Меня, конечно, это заинтересовало, когда я уже узнала, что Афганистан, и я говорю, а что, как-то ты в своё время пострадал? Ну, давай об этом не будем. Но со временем, конечно же, я узнаю, что он был ранен, и на него приходила телеграмма похоронки. Родителям? Родителям, да. Ну, не родителям, а там. Отцу, да. Отцу, да. Отцу, да, отцу. Охуй вас как. Ну, слава богу, что всё оказалось, всё хорошо. Он уже оказался жив. Ну, отец жил в Выборге, я так понимаю. Отец жил там же, это Усвятский район, деревня Тарасова, да. Они из Выборга уехали, когда Лёше было 9 месяцев. Понятно. А отец ничего не сказал, значит, вы с ним не общались? Нет, мы не были с отцом близки, потому что, как бы то ни было, я отправляла его даже в армию и познакомилась с отцом. Бабушки уже не было, бабушка, к сожалению, умерла. С отцом я познакомилась, познакомилась с его компанией друзей, которые остались моими друзьями, потому что через время учёбы я оказалась в деревне Шершни, это совсем недалеко от его родительского дома. Ну, обычно люди из Афганистана, молодёжь, молодые парни приходили, они очень сильно менялись. В частности, этих людей отличала такая принципиальность, они не любили, не принимали ложь. Вот это было бы его характер, изменило это? Таким трудно жить было потом уже на гражданке. Было бы у него это? Я, конечно, поняла вас, но особых изменений я не увидела. Единственное, что, конечно же, какие-то минуты замклости были, когда проходили мероприятия, посвящённые 9 мая, и всё-таки он уже работал в отделе полиции, и его приглашали. И когда, значит, более высшее руководство узнало о его наградах, а Лёша уже был награждён даже в Афганистане, и самой основной медалью за отвагу, его попросили прийти в форме. Когда он одел свою форму, одел свои медали, конечно же, я ощутила эту гордость, что, думаю, вот обычный простой парень, который не кичится, ведь он достоин уважения, даже тогда отслужив Афганистан. Но вы тоже должны понимать, что это было то время, когда не признавали воинов-интернационалистов, они, как правило, были в тени. И эта фраза, их туда никто не посылал, она звучала очень громко. Она висит до сих пор. И несмотря на те удостоверения о льготах и наградах, лишь только признание, наверное, было среди нас, друзей, и работников полиции, потому что такие работники были нужны, потому что они обладали большими качествами, нужные полицейскому. Да, прислужив столько лет в таких частях, на войне, настоящие. Ну, вы, конечно, поженились сразу, когда он вышел, да? Нет, к сожалению, не поженились. Нужно ли, что такое? Да, мы ещё целый год как-то встречались, потому что как-то мне не было чувства, желания быть женой, потому что, опять же, вернусь к тому, что погрязла работой, как молодой специалист, общественной работой, да, мне хотелось всяких мероприятий, но в моей жизни, к сожалению, случилась беда. У меня очень рано умирает отец, и... Нужно было плечо. Как бы то ни было, наверное, сыграла роль моя мать. Она мне сказала одну из фраз, которая послужила действительно нашим браком. Она сказала, что кто будет коровья, сено косить. В доме должен быть мужик, и как бы то ни было, говорить о любви, ты должна так. Самое главное, что тебя любят, а не ты. И ты будешь счастлива. И она права, потому что я понимаю, что Алексей меня очень сильно любил. У меня же такого особого чувства не было. Оно, конечно же, появилось позже. И он меня научил любить. И любить, по крайней мере, несмотря уже 21 год, прошло столько времени, но я уже говорила, что без любви жить нельзя. Остальное – это просто существование. И сколько вы вместе прожили? Ровно 10 лет. Ровно 10 лет. Да, ровно 10 лет. А что его заставило уйти служить? 30 лет всё-таки человеку, семья. У вас родился ребёнок. Да, да. Как вы его назвали ребёнком? Как звали его сына? Нашего сына зовут Александр. Ну, я, наверное, тоже должна остановиться на таком приятном моменте, когда я узнаю при рождении своего сына, что у Лёши погибает в Афганистане друг, с которым они вместе служили. И один из моментов вот этого службы, я тоже узнаю буквально в 93-м году, когда родился Сашка, что стоял вопрос о имени. Он говорит, ты не будешь не против? Я говорю, конечно, нет, потому что я знаю, что друг погиб на его глазах. И это очень было обидно, и выбора не было. Поэтому я согласилась. Даже если будет девочка либо мальчик, она всё равно была бы Саша. Поэтому Саша у нас назван в честь погибшего друга в Афганистане Алексея. Ну, вот он уходил сыну уже сколько было лет тогда? Сыну исполнилось 6 лет. 6 лет. Он с ним прощался, с вами прощался. Он его провёл в первый класс. И, к сожалению, это была последняя фотография, когда мы сфотографировались на крыльце школы. Вот так отец провёл его в школу. Конечно же, Саша запомнил этот момент, что отец его отвёл в школу. Потом он уехал? К сожалению, мы не знали, что в течение всего лета перед ним стоял вопрос о том, чтобы изменить свою жизнь и пойти служить по контракту. Уже со временем, конечно же, я пытаюсь это узнать, уточнить. И в течение пяти лет, вот представьте, что пять лет я пыталась докопаться до истины. И почему так? Валентина Викторовна Веселова, работающая вместе с ним, когда-то в своё время, узнав о том, что он собирается с отдела уходить служить по контракту, ему задала вопрос. Лёша, а зачем? На что он просто ответил. Ну, там гибнут совсем юные парни, не умеющие воевать. А я это умею. Школьники вчерашние. Да. И как бы то ни было, я не просто умею. Я знала, что в 95-м году, когда была первая компания чеченская, он много раз себя предлагал. Ну, его почему-то не брали. А здесь у него была возможность, потому что как раз приехали представители военкомата к нам в районный дом культуры, где объявлялся набор на службу по контракту, он долго думал, в течение всего лета. Потом в течение сентября он в городе Невле проходит медкомиссию, чтобы мы здесь в районе особо никто не знал, что всё-таки он решается на такой момент, служба по контракту. И извещает нам буквально за неделю о том, что он уходит служить по контракту. Вот так вот я узнаю, что он принял вот такое решение. Честно, я тоже недопонимала. Ну, по контракту и по контракту. Ну, служба и служба. Это моё. Мне легче. Я буду на вас навещать. Я буду ездить. У тебя жизнь вся устроена. Дом у нас есть. Работа есть. Всё прекрасно. Ребёнок ходит в школу. Ничего не предвещало никакой беды и какой-то страха, что может что-то случиться, не было вообще. Я была спокойна. Война шла. Я даже не осознавала, что это война, потому что приходили письма Сапскова и уже с Дагестана. Да, он поделился о том, что он в Дагестане, где он писал, ты можешь не переживать, ни в какой войне я не участвую. У нас просто обычные учения. То есть, он тогда уже, оказывается, уже были, уже со временем потом я узнаю от ребят, что он уже участвовал в каких-то боевых выходах, выходы у них уже были, и он уже участвовал, потому что до Ордена Мужества он тоже уже был награждён медалью за свой подвиг спасти 15 января группу. 2000-2000. 2000-2000 года, да. То есть, благодаря его инициативе группа выжила? Благодаря его инициативе, да. Вот он был награждён медалью Суворова. Как вы узнали о том, что произошло? Кто сообщил вам об этом? Вы в это время жили где? В Пскове уже, да? Нет, я жила, опять же, в своём Святском районе, в деревне Шершни. Моя одноклассница, работающая на почте, просто принесла мне телеграмму. И она просто лежала в ящике. Никто даже и думать не думал, что она там вот есть. Да, вот она вот такая вот у нас. Ну, я заболела как раз-то. Я даже так это помню всё по дням. Я очень сильно заболела с большой температурой. И осталась лежать дома, не пошла на работу. Позвонила мама, и кроме плача в трубку, я ничего не услышала. Конечно, я опять же не могла подумать, что могло что-то случиться. Но в обрывках, конечно, я поняла, что Лёша погиб. Лёша погиб. Она просто говорила одну фразу, Лёша погиб. Опять же, я не поверила, потому что как? Ну, а когда придя домой, я увидела идущую ко мне председателя сельского совета, я поняла, что да. Можно зачитать телеграмму? С глубоким прискорбием извещаем, что ваш муж Костюков Алексей Анатольевич погиб 21 февраля 2000 года. И всё, вот такая казённая бумага. Да, отправленная просто почтой. Да, казалось бы, должен кто-то из военкомата прийти, какие-то люди приехать. Это же ничего, да. Официально ещё что-то было вам, какое-то уведомление всё-таки? Официальное уведомление, к сожалению, оно мне было выдано далеко уже за момент похорон Алексея, но выписано извещение всего лишь 29 февраля 2000 года. Когда погибал. В канун гибели, получается, шестой рот. Это через неделю. Конечно, я не буду говорить, что неучастенна была воинская часть. Нет, воинская часть была участна, район как-то тоже был участен, но больше я благодарна отделу полиции. Вот они были самыми первыми помощниками в организации похорон Алексея, потому что они считали его всё равно своим сотрудником. И основная часть, конечно же, всего была организована ими, потому что там остались друзья, и они очень долго недопонимали его решение уйти. И моменты похорон, конечно, занимались они. Я понимаю, что первая мысль такого быть не может, и это очень трудно бывает, наверное, осознать. Просто человек оглушён, что его любимого человека нет. Что происходило с вами у вас? Вы хотели разобраться, хотели узнать какие-то подробности вот того, что произошло? Первые моменты я вообще не хотела ни видеть, ни слышать, ни жить. Это самая основная причина – не жить. Меня даже не останавливало от того, что у меня ребёнок, которому 6 лет, а мне всё равно, несмотря на него, мне не хотелось жить. Я в течение недели просто, говорится, было обащим, который просто лежал. И спасибо Машему, медику, который, Надежда Васильевна Жаркова, отдать ей должное. Она ко мне ходила каждый день, она меня колола, пыталась привести в чувства, пыталась даже всеми способами меня оскорблять, чтобы я хоть как-то бессовестная мать. Стресс такой, да? Да, бессовестная мать, которого ребёнок в 6 лет топит печь, носит воду, чтобы я как-то встала. Ну, вот как-то вот это вот меня, конечно же, немножко подняло. Подняло то, что ещё я благодарна своим коллегам по школе и ученикам. Несмотря на моё положение лежачее, они всё равно ходили, они всё равно навещали, они делились, они рассказывали. Тем более у меня был выпуск. Я должна была выпустить ребят с окончанием школы. Я была классный руководитель. Опять же, одна из тех ниточек, которая позволила мне встать и вернуться на работу. И продолжать как-то жить. Мне рассказывала одна женщина-мать, она говорит, что почти до сих пор, но у неё другая ситуация была, она тоже сын погиб на войне, что я всё время мысленно вела с ним диалоги. И говорит, все эти годы, говорит... Знаете, я не просто диалоги. Меня считали, что я немножко сошла с ума, потому что я могла в 12 ночи сидеть на кладбище. У людей были такие мысли, что всё-таки, конечно, со мной не всё в порядке. Но честно, я считала, что со мной всё в порядке. Это был не то, что диалог. Мне было просто легче от того, что я просто сижу рядом. И я даже потом просто осознаю, что мы большинство всё-таки боимся кладбища, боимся находить вечернее как-то время. Я об этом даже и не думала. Мне было безразлично кресты, у меня была мысль просто с ним побыть. И действительно задать этот вопрос, как жить дальше? Как мне жить дальше? Поэтому чувства страха кладбища нет. Вы нашли ответ на этот вопрос? К сожалению, нет. До сих пор? Я до сих пор живу сейчас, наверное, больше в последних 10 лет памятью об Алексее. Потому что, как бы то ни было, несмотря на то, что они бригада специального назначения, считались они разведчиками, о них пытались утаить, о них пытались не говорить. Поэтому мне хотелось, чтобы о нём услышали все. Потому что он был добрый, честный, порядочный, доброжелательный, готовый прийти на выручку в любой момент. Всегда улыбающий. Какие бы ни были ситуации, он всегда был улыбающимся человеком. Вот поэтому мне хотелось бы, чтобы был примером для многих, так как я работала в школе. И в первую очередь для своего сына, чтобы он не вырос маминкиным сынком, потому что воспитывать его больше было некому. Мужского плеча у нас не было. Мы с сыном остались одни. И я была за отца и за мать. И оставшееся время вот моей целью была эта память. Поэтому, опять же, моя заслуга не администрации, я тоже это громко говорю об этом. Когда я изъявила желание, чтобы была доска памяти на школе, я благодарна Соколовой Наталье Викторовне и Самсону Юрию Николаевичу. Наталья Викторовна, это обоцмен, да? Да, наш обоцмен. Она сейчас нас не бросает, спасибо ей большое. А Сансонов, это председатель. Юрий Николаевич, это председатель ветеранской организации ветеранов спецназа. Спецназа, да. Вот благодаря их инициативе. Более торжественно мы открыли эту доску. Кстати, телевидение немножко даже, этот фрагмент был показан. Здесь администрация, конечно же, повернулась ко мне лицом и тоже проявила активность. Я ей благодарна. У вас есть какой-то, образно говоря, какой-то уголок, где вот все собранные его вещи? Да. Все его награды, я смотрю, вы принесли, удостоверение, да, все грамоты его, которые... Не только практически, все, что касается с ним. Я даже скажу то, что я храню мыло, которое сохранилось, привезено с Чечни. Это вам его передали уже, да? Да, вещи, которые были лично переданы. Я говорю, вот даже такой момент, что мыло, оно хранится, что держали его руки. У вас есть внук или внучка? Да, великое счастье, что у нас в 17-м году родился еще один Костюков Алексей. И ему исполнилось три года. Мы в этом году первый раз его повели на День памяти. Я очень переживала, думаю, вот как он справится все-таки. Три года. Ну, мы были все очень приятно удивлены. Он отстоял, он отсмотрел, он держал цветы. Очень приятно, что он попал даже в Инстаграм нашего Михаила Юрьевича Ведерникова, потому что его фотографировали. Я вот опять в очередной раз... Есть мой смысл жизни, чтобы теперь эту память, кроме сына, передать внуку. Чтобы Костюков Алексей теперь отразился во внуке. Знаете, есть очень хороший стих, посвященный ему, просто рассказывающий о нем полностью. Видите, он в Афганистане вел небольшой такой блокнот, где записаны адреса ребят. Я как-то хотела в свое время, думала, может, как-то с ними связаться. Но, к сожалению, решила, что лучше не стоит. А вот одно из стихотворений, написанное в Чечне, просто характеризует его как человека. Можно я на Вене вопроса все читаю? Мы говорим о смерти. Но думаем о жизни. Мы говорим и верим... Мы верим в радость и счастье. Но брезгаем добром. Нам зависть ложит в сердце, что у людей нормально. И на душе светлее, когда все равно кругом. Скажите, ради Бога, что вам нужно в этой жизни? И почему бы люди добрее нам не стать? Чтоб радовались вместе за всех, кто жить умеет. А кто не умеет, им нужно помогать. Не Боги обжигали горшки на белом свете. И разве нужно людям нам горе всем хлебнуть? Чтобы мы все подобрели. Чтобы счастье улыбнулось. Чтоб радости хватило на каждого чуть-чуть. Мы только так сумеем сбежать от катастрофы, от наводнений в мире, от всяких мерзких войн. Подумайте о людях, о близких, ради Бога. Вы часть большого мира, а в мире, верьте, есть добро. То бишь, вот этими словами можно сказать, охарактеризовать нашу Алексея, почему эти стихи именно у него остались в его блокноте. То есть это случилось несколько месяцев, наверное, недатировано, да? Я не знаю, к сожалению, автора, но это написано было седьмого... А, это не его стихи? Нет, нет, нет. Седьмого января двухтысячного года. Стихи, конечно же, не его. Он не писал стихов. Но записывал стихи, которые были близки по духу. Спасибо. Продолжаем передачу. Сегодня исполняется ровно 21 год со дней гибели шестой роты. Напомню, о том бою мы знаем достаточно полно, хотя, скорее всего, это только часть правды. Есть вопросы. Но я не об этом. Давайте сегодня вспомним о десантниках, о конкретных судьбах этих ребят. Военнослужащий Суворов не служил в шестой роте, но он летел вместе с десантниками шестой роты в Чечню. Вот как он вспоминает этих ребят. Вы вспомните, как вы улетали? Какой день был? Вы же вместе с шестой ротой улетали, да? Конечно, мы две роты туда улетали. Ага, вот что зовут? 1 февраля. Так. Нас подняли, но мы не спали, конечно, готовились к этому самому полету, отлету, там не до сна было. Погрузили нас на машины, была метель, такая погода была какая-то очень неприятная, жутковатая. Самолетом мы пока стояли там, ну, разговаривали, шутили, смеялись, даже фотографировались утра по самолету, но потом погрузили и полетели мы. Вот кого вы помните из этих ребят? Из офицеров кого-то вы видели, наверное, да? Из офицеров, так я с ними даже задание получал. Из офицеров Евтюхин, это самый-самый человек, которого я встречал в своей жизни, не справедливость у него была на уровне вообще высшего полета. Это человек, который все время за солдат больше боролся, чем даже за офицеров. Когда к нему подходили, за какой-то помощью обращались, если мы несправедливы были, он наказал нас. Но и офицеров тоже не жалел, по головке не гладил. Это я его помню с 104-го полка, потому что не раз к нему обращался. Я с офицеров еще помню, вот, доставал его. А вот скажите, в Чечне, вот когда вы услышали о том, что вот рота погибла, где вы в это время, ваша рота находилась? Мы охраняли полку. То есть это вы были недалеко? Нет, ну это 26-я стояла. Мы же, наша в растяжке была рота, да, порядком, до Олускерта. Ну вы знали о том, что там идет бой? Конечно. Мы вообще не спали, вообще, понимаете? Мы валились с ног, но не спали. Мы слушали, во-первых, по радиостанции, что и шел бой, и постоянно Евтюхин просил помощи, постоянно. Вот, он все время просил помощи, как бои пошли, он все время просил помощи, но помощи не приходило. Они только начинали жить, у многих, может, даже у большинства не было своей семьи, не успели жениться, хотя собирались. На семье мечтал, конечно, гвардий-ефрейтор Александр Лебедев. Владислав Лебедев, его отец, вспоминает сына как трудолюбивого, исполнительного человека. Он был всегда твердый в себе, уверенный, сильный, здоровый юноша. Нам удалось записать интервью с отцом. Расскажите, вот он ефрейтор, да, был? Прежде чем вот идти в армию, вот чем он занимался? Мне он, представляется, такой хозяйственный, сильный мужчина был. Я был сильный, уверенный такой этот. Он кончил 9 классов, а я тогда работал в оперативу рыболовной. Ему было 16 лет, я его взял к себе. Работал вместе, так сказать, со взрослыми. Как полагается, защищать их от неконей там. Был такой, как сказать, человек-слова. Ему не надо было говорить два раза. Всполнительный был. Ну ведь профессия ваша рыбака на наших озерах очень такая рисковая, тяжелая. Ну да, а что же делать? Ну ему нравилось. Рулевым стоял на переходах. Ну а потом уже стал заниматься, готовиться уже к армии. Турник у него был, упражнения на турнике и подзять, и прочие нормы выполнял уже, которые для армии нужны. Не было такого, чтобы отнекиваться, откосить. Такого не было вообще понятия у нас в семье. Хотел именно служить там, где вот круто. Он туда и попал, в отдельную разведроту. Он из армии вам писал что-нибудь? Говорил об армии, когда служил, нравилось ли ему? Тяжело, конечно, это самое. У них все время какие-то полевые там выходы и прочее. Самое первое письмо было там, он описывал. Ну и сейчас дома лежит этот. Срочно служил два года. В Югославию уехал. Там полтора года еще пробыл. Потом уже вот вернулся, насколько у него там был контракт запрещен. Я, говорит, дослужу до конца контракта, а там посмотрю. Его и отговаривали даже туда ехать в Чечню. Ему здесь предлагали, чем заняться. Встречал хороших, таких же сильных, как Кожемякина лейтенанта. Да, вот это его командир взвода был лейтенант Кожемякин. А теперь послушаем еще один монолог. Рассказ матери о своем сыне, кавалерии Ордена Мужества, гвардии рядовом Владимире Ислентеве. Вот каким она его помнит. Витя старший, он ушел служить в десантной части. И он все завидовал. Так сколько поработал, бросил ведь там, бросил, ездил туда, в Череху. И пока мы-то не знали ничего. В Черехе вот он все равно добился, что в эту часть, в десант. А потом это я подвоила корову вечером. Что-то стоит, дед плачет у стола, его в военной форме стоит. А дед заплакал, говорит, ты знаешь что, говорит, он в Чечню ведь это, говорит, он же служит в армии, он обманул нас. Вот я заплакала, бросила и подойник, не пущу, говорю, не пущу. Я говорю, ну что, он вырвался и пошел, тут машина его ждала, он просто отца пришел. Ребята жалели очень меня. Бывало, приду, если я вот в Новый год мы с женщиной посидеть, это посмотреть на молодежь, туда пойдем в клуб. И они обязательно, сыновья, чтоб я с ним раз, с тем и с другим станцевала. Не иду, сердятся. И он не успел ни одного письма прислать даже. И я так много плакала, и мне вот этого легче было. Если б я не могла плакать, сердце не выдержало. Он любил очень-очень, чувствовал, видно, что мы не знали, я не знала. Он пришел, один нас, мам, пойдем на бабушку сходим, на могилку. А они любили, у нас с ним это растило, их пошли, помянули, а вот туда шли. Он ухватил меня, все шел, еще вспоминал. Мама, я вспоминаю, как я любил твою, говорит, песню колыбельную. Я все про это, спи мой воробушек, спи мой сыночек, спи мой звоночек родной. Это только нота, эту песню колыбельную еще пела. Он любил очень осенние клены, когда вот эту пору любил. И мы решили клен ему посадить для него, пусть память. Вот один посадили, и клен одет, и говорит, а что мы один, надо на всех. Я говорю, да где ж ты на всех? И вот он целым дням пропадал, уедет, и вот там в лес он наберет кленов, притащит. И тут прикопаем мы их. И вот так он сто кленов и посадил. Мне еще вспомнились слова Надежды Нищенко, матери, кавалера Ордена Мужества, гвардии рядового Алексея Нищенко. Она заметила как-то, что 20 лет прошло, а боль по погибшему сыну Алеши не утихает. Как встаю, говорит Надежда Нищенко, вспоминаю Лешу своего, и спать ложусь тоже вспоминаю. Время эту боль не лечит. Это останется навсегда, до тех пор, пока бьется мое сердце. Когда слушаешь такие рассказы, то кажется, что на войне погибают всегда самые лучшие, самые достойные люди. А иначе как? В спецназ, в десант случайные люди не идут. Ведь многие бойцы выбрали эту стезю совершенно сознательно. Я говорю не только о рядовых, но и о тех офицерах, которые мечтали о службе в элитных частях. Подполковник Марк Евтюхин, командир 2-го парашютно-десантного водолёна 104-го гвардейского полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, герой Российской Федерации. Пал смертью храбрых вместе со своими солдатами на той высоте. Имя его носит в Пскове школа номер 6. В школе есть музей воинской славы, и в экспонатах поговорим с руководителем музея школы Татьяной Вахмистровой. У нас ценный экспонат нашего музея – это парадный мундир Героя России, гвардии подполковника Марка Николаевича Евтюхина, который нам любезно предоставили его родственники, мама и жена. Также у нас есть личные вещи героев-десятниках, погибших 6-й рот, и личные вещи Марка Николаевича Евтюхина. Это индикаторная карточка войск ООН в Югославии, личный план командира 2-го батальона Марка Николаевича Евтюхина, фотографии, которые нам предоставили служивцы его, собственно, дневниковые записи его писем своей жене. А что в этих записях такое, вот вы можете пересказать? Что он пишет? Ну, пишет своей жене, такие, знаете, сокровенные мысли, признается в любви, и то, что он спешит домой, знает, что его там ждут. Эти письма написаны незадолго до гибели? Да, незадолго до гибели, это осенние письма. То есть он уже собирался домой, писал письма, предвкушая, что скоро будет в семье? Ну, у нас незначительное количество, то, что у нас представлено в музее, я уже сказала, какие экспонаты. А вот вы переписку какую-то ведете с родственниками или с родственниками этих погибших, или с родственниками Марка Евтюхина? Есть у вас связи с ними? Да, мы всегда поздравляем праздником 9 мая родственников, и всегда приглашаем на торжественные линейки, которые у нас традиционно проходят в нашей школе. Это 1 марта, и уроки мужества, посвященные Дню памяти. Вы кого-то приглашаете из бывших десантников, из тех офицеров, которые с ним служили? Да, конечно, у нас неразрывная связь, и мы делимся своими материалами. Нам очень хорошо помогают солдаты, ребята у них в части, и у нас приглашают на 9 мая в частности, на 2.30 февраля. И, конечно же, воздушная десантная дивизия приглашает в дивизию. Ребята очень охотно любят ходить, смотреть музей тоже воинской славы, который находится в дивизии. Травин Михаил Витальевич, он погиб. У нас вот его извещение с прискорбием о том, что у вас сын, гвардия рядовой, Спирин Сергей Юрьевич, у нас еще есть один из экспонатов. И Травин Михаил Витальевич как раз были десантниками и погибли. У нас Травин, он не учился, но просто вот некоторые сослуживцы, которые нас посещали, нам предоставили, и мы очень гордимся этим, некоторые вещи. Например, служебная карточка рядового Травина Михаила Витальевича, но он не был нашим ученицом. Понятно, понятно, но это не важно. А вот Спирин у нас учился, Спирин Сергей Юрьевич, 1977 года рождения. Погиб 16.02.2000 года при исполнении служебных обязанностей в Чечне. Ага, но это уже в другом бою. Да. В память о погибших спецназовцах и десантниках в разных концах страны установлены мемориальные доски. Их именами названы улицы, школы. Все так, все правильно. Только этих ребят уже не вернуть. И это самое главное. С вами был Анатолий Тиханов. Хорошего вам дня. С вами был Анатолий Тиханов.